Добрый день, уважаемые инвесторы! Вот и прошло первое заседание Банка России в пятницу после смены руководства. Так, экс-глава Министерства экономического развития Эльвира Набиулина, теперь стоящая у руля, сменила Сергея Игнатьева, пока решила кардинально ничего не менять, оставив ключевые процентные ставки на прежнем уровне, в том числе ставку реконсирования на уровне 8,25% годовых. Так, скорее всего, подобное решение, основная его цель была показать преемственность политике Центробанка, однако, на самом деле, если бы авансом Эльвира Набиулина, скажем, понизила ставки уже в июле, это бы не выглядело как резкая смена курса, поскольку, как мы знаем, госпожи Набиулины помогают сами власти, в этом году решили ограничить рост тарифов на услуги естественных монополий, что априори уже означает замедление инфляции в июле довольно-таки значительно. Собственно, такую картину мы уже и наблюдаем. В конце июня инфляция начала замедляться, в июле также тренд был поддержан, и на момент 8 июля в годовом выражении инфляция составляет 6,6%. То есть, наконец-то опустились ниже опостылившего 7% рубежа. То есть, помимо такого фактора ограничения роста тарифов на услуги естественных монополий, также присутствует летом фактор сезонности-урожайности. Традиционно идет удешевление летом плода овощной продукции, которая как раз это вносила солидную лепту в инфляцию. Именно вот продовольствие инфляция показывает такую негативную динамику. И также ожидают хорошего урожая по итогам года, что и в дальнейшем должно благоприятно сказываться на темпах инфляционного роста. То есть, в прошлом году урожай был провальным, в этом году ожидают урожай гораздо более воодушевляющий. Собственно, опираясь на эти факторы, мы довольно-таки позитивно смотрим на оставшиеся два месяца квартала текущего, это август и сентябрь. Снижение ставки рефинансирования может составить от 0,25% пункта до 0,50%. Также, в частности, преемственности политики продолжили такие вот небольшие подарки делать рынку. Собственно, Банк России дополнил существующую палитру таких механизмов рефинансирования еще одним, а именно аукционом по предоставлению кредитов, обеспеченных нерыночными активами или поручительствами по плавающей процентной ставке, сроком 1 год, причем минимальная ставка установлена на уровне 5,75% годовых. Смотря же на текущие ликвидные настроения, мы видим, что сегодня на локальную арену приходит вновь налоговый период, предстоит компании пока оплатить страховые износы фонда и осуществить авансовые платежи по акцизам. Более платежей, точнее налоговых дней на текущей неделе не будет, остальные выплаты упадут на последующие недели, поэтому чрезмерного налогового давления пока удастся избежать. Но и Банк России также такой искусный игрок, при острой необходимости он существенно повышает, как мы знаем, лимиты по своему однодневному репо, поэтому Банк России также будет сглаживать в большей степени эффект от налогового периода. Конечно, ближе к концу месяца эффект будет более существенный, будет более сильное давление на долговой рынок, но пока, в принципе, платежей, как мы уже сказали, не столь большая концентрация платежей будет. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok